Дорогие друзья, я вас поздравляю с сегодняшним днём с открытием замечательной выставки в филиале Президентской Библиотеки Республики Беларусь. Выставка у нас, надо сказать, мистическая. Все подготовки к ней сопровождались некими действами. Как-то мы их развешивали вверх ногами, подписи не печатались, стёкла бились, ну а мы её открыли. Я думаю, что такая выставка не могла организоваться просто так. Выставка у нас называется «На кончике кисти». Она посвящена китайской живописи, восточной живописи. Школа живописи в Минске, которая учит этому, ну искусству этому научить нельзя, но как-то пытается этому научить. Называется тоже не менее романтично «Белый камень». И всё это вместе вызвало вот такую к жизни, эту замечательную выставку. Что я хочу сказать. Прежде всего спасибо за проявленную инициативу и желание поддержать этот, назовем, проект. Спасибо гостям, что они к нам пришли. Спасибо нам, что нам повезло получить такую выставку. Поэтому огромное спасибо вам, дорогие художники. Огромное спасибо вам, дорогие преподаватели. И теперь, конечно, дадим слово Василию, Екатерине, Василию Корфу и Екатерина Наркевича Киевская. И они нам расскажут о том, как же им удается, ну хотя бы, ну, научить держать эту чудесную кисть. И, ну, я не знаю. Как это возможно? Спасибо. Ну, давайте сделаем вступление в наш сегодняшний рассказ, презентацию. Друзья, очень рад вас всех видеть, что пришло столько людей. Я думаю, ещё за время, пока будет здесь висеть выставка, придёт ещё больше людей, и больше посмотрят эти замечательные картины художников, которые тут висят. Я хочу вспомнить, как вообще начиналось моё знакомство с китайской живописью. Это был 2015 год. Я побывал на одном мастер-классе по живописи и стал искать, где же у нас в Минске есть постоянные курсы, кто же у нас ведёт. И нашёл вот только одного человека, Екатерину, которая вела курсы, пошёл к ней заниматься. И меня это искусство так, что ли, вдохновило, так вот пришлось мне по душе, что я до сих пор занимаюсь, уже вот четвёртый год, и уже и преподаю, тоже веду свои курсы. И вот что хочу сказать. Тогда, в 2015 году, у нас был только один человек, кто постоянные длительные курсы вёл. Сейчас уже, я смотрю, начинается в разных местах, в разных студиях тоже есть люди, художники, преподаватели, которые ведут приезжать, начинают к нам китайцы, которые проводят такие длительные курсы, тоже начинают вот выставки открываться. И были китайские художники, теперь вот и белорусские художники, которые занимаются китайской живописью. Вот, и я надеюсь, что наша инициатива, наша вот творческая группа, которая образовалась в процессе подготовки этой выставки, ещё порадует вас, ну и нас, мы сами себя тоже можем порадовать, ещё многими интересными художественными проектами. Вот, спасибо вам всем ещё раз за то, что пришли, и слово передаю Екатерине. Добрый день, вечер всем, кто посетил наше мероприятие, всем моим друзьям-художникам, потому что всех нас объединяет именно идея этой живописи, и живопись идеи, она так и переводится с китайского языка, живопись это именно её перевод, воплощённая идея. Спасибо всем, кто посетил нас сегодня, с кем-то не знакомы, но кому интересно наше творчество. К вопросу о том, каким образом состоятся эти работы, да, на самом деле, когда мы выбирали название, у нас будет голосование настоящее, какой же нам, на чём же нам остановиться, выбор подпал на кончике кисти, на это название, но тем не менее, каждый из нас озвучивал абсолютно разные, в чём-то совершенно схожие названия вот этого хрупкого и зубкого мира, который мы изображаем на работах, это была и волшебная кисть, и полёт кисти, свойства туши, горы в тумане, китайский ноябрь, были совершенно юмористические названия, всегда очень душевные и тёплые, были названия дорогами Востока, и вот все вот эти вот замечательные, вдохновенные свойства, именно туши и кисти, которые они дали, то есть, допустим, вот как танец кисти, это именно то, что есть вот именно этот секрет и заложен в создании всех этих работ. Вот все названия, которые каждый из нас предлагал, они есть то, что мы проживаем, то наше искреннее ощущение проживания, которое существует в нас, пока мы создаём эти работы. И поэтому вот именно этот и есть тот самый главный секрет, как же они всё-таки создаются. Поэтому наши надежды на выставку, наверное, в том, чтобы мы вдохновили друг друга, посмотрели друг на друга со стороны, именно получили какой-то импульс от общения друг с другом. А для наших гостей, чтобы они, возможно, узнали что-то новое о Востоке, мы видели вот всю эту красоту мира поднебезной, тоже, возможно, вдохновились этим, этой древней удивительной культурой. Я думаю, что вы, ну, как говорится, мы вдохновились уже, несмотря на вот эти катаклизмы, которые нас преследовали, и люди, которые к нам приходят, вдохновляются. И я думаю, что придут ещё, потому что, ну, это нужно смотреть, видеть. Может быть, кто-то захочет научиться, придёт к вам на курсы, потом будет сам преподавать. Конечно, хотела сказать огромную благодарность организацию за замечательное такое место, где мы все поместились. Да, мы поместились уже и в большем количестве, потому что у нас такое место, библиотека, это не просто место, где выдают книги, это ещё такой, видите, как клуб интересных людей, интересующихся людей, поэтому приходите в библиотеку. Это не только книги, это ещё, оказывается, ещё и картины, и рейм, буквально вот в этих вот небольших пространствах. КОНЕЦ КОНЕЦ